Добрый день, меня зовут Александр и я аналитик НЦПТИ. И сегодня хотелось бы поговорить о противоправном контенте в интернете, а также способах его законного удаления. Обычный пользователь сети сталкивается с этой проблемой и порой не понимает, каким образом он может внести свой вклад в вытеснение противоправного контента. И сегодня я об этом расскажу. Что же относится к материалам, содержащим признаки противоправного контента? На самом деле большое количество информации и не только та, которая нарушает статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Помимо пропаганды, экстремизма и идеологии терроризма, преступления, связанные с распространением противоправного контента, включают незаконный оборот и продажу огнестрельного оружия, жестокое обращение с животными, пропаганду запрещенных на территории России сект, побуждение несовершеннолетних, к действиям суицидального характера, детская порнография, а также пропаганда употребления наркотических веществ и другая информация также. Борьбой и вытеснением из интернета противоправного контента занимаются прокуратура России и Министерство внутренних дел Российской Федерации. Какой тематикой занимается прокуратура? Сюда мы можем отнести следующие виды материалов. Пропаганда экстремизма, разжигание ненависти и вражды по признаку нации, расы, религии, распространение оружия, изготовление взрывчатки, скулшутинг, секты и другое. В свою очередь Министерство внутренних дел Российской Федерации занимается следующими видами контента. Пропаганда экстремизма, разжигание ненависти или вражды по признаку нации, расы, религии, распространение оружия, изготовление взрывчатки, скулшутинг, сектанство, а также порнография, интернет-мошенничество, наркотики, клевета, онлайн-казино и другие виды противоправного контента. Роскомнадзор, в свою очередь, как исполнитель решений о блокировке, весь поступающий материал отправляет на дополнительную проверку и после блокирует. Еще стоит сказать, что кто бы каким бы направлением не занимался, блокировкой занимается только Роскомнадзор и только после решения суда. За исключением материалов, которые могут блокироваться в досудебном порядке, а это призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых публичных мероприятиях, которые проводятся с нарушением установленного порядка. При рассмотрении дела в суде материалы проходят экспертизу. Она длительная и ожидать быстрой блокировки в таком случае не стоит. Еще любые материалы вы можете присылать на наш сайт ncpti.rf. При получении специалисты центра проводят предварительный отбор и направляют материалы, нарушающие российское законодательство, по профилю ведомств и правоохранительных органов.